Добрый день, Александр. Ох, как здорово. Я вам завидую. Так сесть и затянуться – это хорошо. Я бросил курить два года назад. Не жалеете. Правильно. Я имею в виду. Правильно, что жалеете. Курение – замечательная штука. Я вас слушаю, пожалуйста. К вашим услугам. Итак, друг, значит, у нас все достаточно хреново. Нет, я не хреново. Эта хреновость еще тем более хреново, что она имеет почти неисчерпаемый потенциал хреновости. А также видно, что эта хреновость доставляет определенное удовольствие населению. То есть, на самом деле, все плохо. То, что вы говорите про Россию, я мог бы сказать про Израиль. И вообще, наверное, про весь мир. Я смотрю на это все уже дальше. То есть, в этом взгляде мы с вами можем согласиться вообще со всем, что происходит в мире. Ведь и на Западе мы видим, какое падение всего и морали, и общественных отношений, и всего. Так что я не думаю, что здесь стоит вообще останавливаться. Но с точки зрения кабалы, которой я занимаюсь последние 40 лет, я вижу, что это древняя... Ну, наука не буду называть, чтобы не провоцировать между нами ненужный конфликт. Я знаком с вашей книгой. Она переводилась на русский язык. И в России, скажем так, из... Ну, скажем так, из всех кабалистических трудов она, вероятно, наиболее авторитетная, поскольку она наиболее спокойная, внятная. И когда у меня был период знакомства обязательного с вашей дисциплиной, я, ну, к сожалению, только первый тур. Я видел, а вообще ориентируюсь я в основном по гершому шалему, ну, и там по всеми мистикам Меркавы и Сабытианскам. Тогда ориентировался, когда я думал, что в кабале можно найти что-то принципиально отличное от других религий. Ну, то, что я в ней нашел, я нашел в ней, в общем-то, причины происходящего сегодня. Со всем миром и ближайшего будущего. И это меня немножко как-то радует, но ставит в такое состояние, в такую позицию по отношению к происходящему, когда вроде бы все происходит по плану, и таким образом человечество должно перерасти это свое духовное рождение и родиться на новом уровне. Это то, что и происходит сегодня со всем миром. Мир вошел в состояние, когда он представляет собой маленькую деревню, интегральное общество, абсолютно зависимое, находящееся в огромном раздрае, таком внутреннем друг с другом. И здесь мы должны прийти к выводу, что у нас ничего не остается, как все-таки подняться над взаимной ненавистью к взаимному дополнению друг друга. Каббала говорит о том, что, в общем, это придет состояние. Человечество осознает, что иначе у него нет возможности вообще продолжать существовать. Ну, насчет того, что человечество что-то способно осознать, позвольте с вами не согласиться, потому что мы, просуществовав почти 3,5 тысячи лет, уже в виде социализированных животных, в виде такого вот хома, который существует, мы так и не сделали пока ни одного вывода. Мы видим в 21 веке всех тех же самых фараонов, мы видим всех тех же самых жрецов, мы видим всю ту же самую глупость, всю ту же самую способность уничтожать и потребность уничтожать друг друга. А тот единственный шанс, который у нас, с моей точки зрения, был, это шанс, как бы разрушив так называемую этическую основу цивилизации. Вот то, о чем говорил Борн в свое время, Макс Борн, что наука прекрасна уже хотя бы тем, что она разрушает этический фундамент цивилизации. Я всегда говорю, что да, это замечательно, но, к сожалению, она разрушает недостаточно быстро. Потому что никакие ни религии, ни самые высокие мистики, ни там, даже ваши сиферы и цивилизации. Или там, я понимаю, что вы должны относиться с юмором к Мушебеншема Таведе Леону, да, но, тем не менее, это чрезвычайно обаятельный и сильный персонаж, о котором мы до сих пор ничего сказать не можем, то ли действительно это был грандиозный, великолепный, виртуозно владевший каббалистической терминологией жулик, либо это был очень тонкий и точный знаток каббалы. Вот поймите, с моей точки зрения, все то, что вы говорите, абсолютно-абсолютно понятно и абсолютно доброжелательно, естественно. Но, скорее, в учении об условных рефлексах можно найти все те же самые отгадки странного и позорного поведения человечества и того, что вот эта грязь межлюдских отношений, ужас межлюдских отношений никуда не денется. Это программная штука. Пока мы будем тешить себя мыслями, что у нас есть какой-то гуманистический ресурс, что у нас есть какая-то духовность, что что-то нам не позволит засыпать друг друга тактическими или стратегическими бомбами, мы будем проигрывать, только вот безусловная и, к сожалению, крайне непопулярная и несимпатичная трезвость, которая плохо совместима с какой бы то ни было релизмом. Все так. Ты симпатичный человек, мне не хочется вас ничем обидеть. Нет, нет, вы говорите очень осторожно, прямо чересчур. Вы можете быть со мной более таким прямым, откровенным. Не знаю, вы называете у меня симпатичный, я всегда, когда у меня симпатичный собеседник, я всегда скисаю, потому что я же гладиатор эфирный, да, мне же надо драться и выпускать кишки, и мажжить головы, а тут мне сажают в собеседники прелестного и умнейшего человека, которому я испытываю уважение и симпатичность. Дело в том, спасибо большое, все так, вы правы, но дело в том, что Каббала говорит о том, что мы здесь поднимаемся на следующий уровень нашего развития, что на самом деле мы не остаемся в наших этих свойствах, которым существовали эти тысячи лет, что тот эгоизм, который в нас был создан изначально, и который развивался в нас из поколения в поколение, и который, в общем-то, формировал всю нашу историю, все наше развитие, эволюцию, тот эгоизм уже все, он сейчас скучивается, он сейчас скручивается, он сейчас сам себя съедает. Мы поэтому и видим, как бы, конец истории, то есть все, что мы делали, созданное нашим эгоизмом человеческим на разных его уровнях, мы видим, как это приходит все к тому, что, ну, просто все кончается. Мы видим, семья разваливается, дети, родители, уходят в наркотики, человечество осознает, что ему как бы не ради чего существовать, то есть желания, которые развивались постепенно в каждом поколении, и которые вынуждали нас развиваться, проходить вот эти все ступени нашего развития, они все уже сегодня стали интегральными, взаимосвязанными, а во взаимосвязанном, в полностью взаимосвязанном мире мы не можем существовать, потому что мы индивидуалисты-эгоисты. Ну, мы не индивидуалисты и не эгоисты на самом деле, потому что это все хорошо, и это все симпатично очень звучит, только я не понимаю, с чего вы взяли, что есть какая-то надежда. Какие мы индивидуалисты? Давайте припомним первые стаи хому, да, вспомним различных характеристов и хобилисов, и мы поймем, что конформизм, абсолютно зависимость друг от друга страшная, основа выживания того животного, которое когда-то называлось, которое когда-то было первым, первым, первым человеком, добавлявшимся до третофагии, каннибализмом, падальщичеством, бесконечными промискуитетными фокусами друг с другом, это были достаточно обычные примитивные животные, но находившиеся в абсолютно рабском подчинении своему коллективу и своему социуму. По одной простой причине тот, кто бросал своему социуму какой-то вызов, оставался без крова, без пищи, без защиты и просто бывал элементарно сожран, по всей вероятности. Хотя мы тоже обязаны понимать, что эволюция человека – это очень слабое место науки, там масса домыслов, там масса изящной словесности, полное отсутствие каких бы ни было фактов, потому что костяшки – это не факты, это артефакты, их можно трактовать как угодно. И откуда может взяться в существе, имеющем столь грязную историю, эволюционную историю, которая унаследовала все предковые, все ансостральные черты, начиная с нервной системы первых мягких организмов педиагарского периода и продолжая вообще всей длинной, 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 эволюционной цепочкой, откуда это существо может почерпнуть и вдруг взять какие-то уникальные свойства, которые выведут его как бы на другую гнятку. Опять-таки, тот же развивающийся в нас эгоизм, он нас толкает и определяет все. Человек неволен, он неволен, он находится во власти этого своего желания. Желание насладиться, оно является основой нашего существования. И оно постепенно меняется, трансформируется и определяет все, что мы делаем, создаем. Так что здесь говорится практически не о человеке, о самом, а о какой-то машине, которая управляет вот этот инстинкт наслаждения, наполнения, выживания и так далее. И сейчас, вот только именно сейчас, в этом нашем 21 веке, мы начинаем сейчас приходить к состоянию, которое вынуждает нас осознать всю предыдущую историю и согласиться с последующей. Или если не согласиться, то мы войдем в нее по неволе, как и все остальные предыдущие прочие ступени пройдем, формации и так далее, так и войдем в следующую ступень. Но в следующей ступени будет абсолютная связь между нами. И она будет, конечно, переживаться нами очень жестко, очень четко. Природа заставит нас объединиться, вопреки нашему эгоизму, подняться выше его, иначе мы не выживем. И это учение, как бы, это согласие с этим законом развития, оно будет происходить с ужасными вообще происшествиями, что ли, над нами проходить большим давлением, как природа поступает очень четко, жестоко, с ее стороны нет никаких добрых намерений или чего. Существуют законы, и согласно этому закону все и происходит. Или мы можем все-таки, поскольку говорится о том, что мы должны прийти к состоянию взаимосвязи между собой, стать подобными всей природе, интегральными, взаимосвязанными, продуманными между нами, взаимосвязанными между собой, то мы можем прийти к этому состоянию, все-таки осознавая необходимость быть связанными между собой, ну, хотя бы так, как это инстинктивно происходит на уровне неживой растительной и животной природы. Так и человек. Нет, мы все-таки, как всякий каббалист, каббалисты очень большой хитрец, потому что во время вот своей последней очень красивой и симпатичной реплики вы примерно три раза употребили термин вот это вот интегрированное, да, умолчав, что интегрированность подразумевает обязательно наличие интегратора. И вот здесь сталкиваются уже всерьез два мировоззрения, потому что мы-то знаем, я имею в виду нас, которые вот бездуховные и бессовестные, и вообще материалисты. Мы-то знаем, что, в общем, к сожалению, говорить всерьез мы об интеграторе не можем никак. А для вас этот интегратор является чем-то само собой разумеющимся. И почему вы решили, что, собственно говоря, нам кто-то, я имею в виду нам, человечеству, кто-то вообще какой-то шанс собирается давать? Даже в, ну вот, не знаю, по всех сеферах нигде не сказано ни про какие шансы. Более того, кабала ведь штука, как ни странно, да, это изумительная интеллектуальная игрушка, наверное, самая совершенная из всех религиозных практик, но она ведь, по большому счету, никаких обещаний никому не дает. Нет, не дает. Не дает. И она просто в силу того, что выкристаллизовывалась, выпестовывалась очень сложными, очень гонимыми людьми, очень страдающими людьми, людьми, ищущими прежде всего безопасности для себя и для своего народа, хотя бы безопасность на тот момент, когда кабала создавалась, она, ну, с моей точки зрения, по-умному пессимистична, потому что всякие оптимистические прогнозы страны. Поэтому хотел бы профессор вас спросить, а откуда у вас вообще оптимизм про то, что вид хомо будет существовать? Да, нет. Вы правы. Доставляет наслаждение слушать очень правильные, четкие возражения. У меня нет никакой уверенности в том, каким будет будущее. Просто, исходя из того, к чему нас гонит природа, к этой интеграции, к взаимному объединению, соединению, дополнению между нами, мы видим человеческое общество постоянно к этому движется, движется, движется. И только наш эгоизм все время разрывает связи между нами, пытается поставить одного выше другого и так далее. Но здесь говорится не о том, чтобы этот эгоизм убрать, идти против природы. Здесь говорится о том, чтобы научиться быть выше него, во имя общего выживания. И я считаю, что здесь проблема только лишь в воспитании. Ну, понимаете, вот вы говорите чудесные вещи, но я вижу перед собой утонченнейшего, спокойного, умудренного профессора. Я понимаю, да, что он, вероятно, может совершить над собой сложную процедуру удавления собственного эгоизма просто в силу своей утонченности, просто в силу того, что изнутри его теснятся различные сложные и очень рафинированные знания. Но, друг мой, к сожалению, вы не один в этом мире, а подобных вам, наверное, где-то, ну, человека 3-4 хорошо, если мы найдем в России и примерно столько же во всех европейских странах. И вы не можете, основываясь на своем мистическом опыте, на своем, ну, скажем так, и научном, может быть, опыте тоже, иметь вот эту вот оптимистическую картинку за все человечество, которое как руководилось той вот деменцией, которая оно провело много миллионов лет до тех пор, пока не социализировалось, потому что ведь человеку, когда он складывался как человек, когда складывался его мозг, это же, я думаю, что любой сегодняшний слабоумный вот в обычном психно-урологическом интернете значительно превосходит по развитию то существо, которое на протяжении почти, ну, если мы говорим о переходе Рубикона в Луа и приобретении мозгом уже сегодняшнего объема, ну, по крайней мере, миллиона, полутора миллионов лет существовало на Земле. А мы, наследники этих деменцией, мы эту деменцию все равно носим к себе, никуда нам не любят здесь. Некоторые из нас могут за счет науки или каких-то особых сложных практик придумывать красивые, красивые сказки про то, что есть выход. Но мы-то знаем, что это сказки. Я вас понимаю. К сожалению, действительно, Каббала, она не дает четких, практических выводов, которые можно показать другим, которые можно показать, как пример. Да, в этом ее сила и в этом ее неуязвенность. Она, ну как, она нигде не конкретизируя, Каббала добивается удивительных вещей. Она не становится понятной идиотам, она не становится понятной для формального прочтения, и таким образом она всегда ускользает своими формулировками от любой критики и любой насмешки, как атеист, для которого все религии абсолютно равны. Я вам могу сказать, что смеяться над Каббалой практически невозможно. именно за счет вот этой текучести и плавкости ее формулировок. Вот жалуюсь вам на ваш Каббалу. Да, нет, действительно, на самом деле вы правы. Вы не оставляете миру абсолютно никакой возможности в переходе от нашей парадигмы к следующей в мирном виде. В том, что человечество должно будет эволюционировать жестко в больших войнах, проходить этот переход, который все-таки обязан будет, ну, согласно Каббале, свершиться над нами, чтобы мы стали все-таки одним единым обществом. Мы должны стать единым обществом здесь без всяких границ, без всех этих патриотизмов, без всей этой солдафончины. Мы, по идее, давным-давно должны были бы испытать ненависть и омерзение к любому двойному набору блестящих кубовиц, к любым перьям на шляпах и свертанию лад. Мы должны были бы понять, что ничем, кроме как дерьмом, гноем и кровью, вся эта воинская красота не пахнет, и культ этого обойдется нам очень дорого. Но этого не произошло. Этого не произошло даже в результате чудовищной Второй мировой войны. Этого не произошло в результате холохоста, когда вина одних народов и одного народа перед другим народом была уже совершенно очевидна и даже не надпялась никаких доказательств. Этого не произошло. Человек, к сожалению, не умеет испытывать отвращение к самому себе, он нарциссичен до безобразия и свинства. И этот нарциссизм, который питает, кстати говоря, культуру и питается человеческой культурой, уверяющей это существо, это вчерашнее животное в его исключительности, этот нарциссизм лишает нас, в общем, к сожалению, последней надежды. Нет, у нас есть надежда, если вас клонируют в количестве, вот вас, конкретно, профессор, планируют в количестве хотя бы 150 миллионов экземпляров, то тогда какой-то шанс нет. Спасибо. Не знаю даже, что возразить. А вы не считаете, что вообще в природе, которая нами управляет, в принципе, кто человек, что нам его даже осуждать? Ведь это просто маленькое животное, которое управляется внутренними инстинктами. Вы не считаете, что вот эта пружина, тот механизм, который находится в нас, который неукротимо развивает нас, что в нем есть предусматрена возможность возведения нас на следующий уровень существования, когда мы обязаны будем стать взаимосвязанными, как одно единое целое. Когда мы должны будем войти в ту сеть, которая связывает между собой неживую, растительную и животную природу и человека тоже, то есть человечество, когда оно станет еще следующей частью всей этой природы, не будет противоположно ей, не будет как раковая опухоль внутри природы существовать. поля, но я думаю, что у человека достаточно слабенький мозг, скажем, достаточно примитивный мозг, и говорить об уникальных возможностях, о чем мы говорим, когда на изобретение зажигалки этому существу понадобилось 3,5 тысячи лет, хотя ничего более элементарного придумать не нужно, невозможно, и ничего более насущного не существовало даже и 2 тысячи лет назад. Это вам не какая-нибудь квантовая теория поля, это насущная потребность в портативном надежном источнике огня. Поэтому говорить, что вот у нас есть какая-то какая-то уникальность, нет отнюдь. Мы можем накапливать определенные знания, и потом из этих знаний в результате, подчиняясь такому закону лекс прогрессивания сенсудрабилиц непреодолимость поступательности накопления знаний, мы можем создавать какие-то вещи, которые мы считаем поразительными или удивительными или свидетельствующими о нашем необыкновенном интеллекте. На самом деле все сильно не так. И все то, что мы сейчас добились в науке, мы всего-навсего, ну, примерно как пятикантов, которые компенсировали отсутствие зубов и ногтей куском грубо обколоченного камня. Точно так же мы сейчас изобретаем спектрометры, микроскопы, которые всего-навсего компенсируют скудность наших рецепторов, скудность нашего мозга, которая должна была бы обрабатывать информацию. Мы вот тут сами сидим и не слышим трех четвертей того, что происходит, не слышим, не видим трех четвертей того, что происходит вокруг нас в мире, мы не слышим инфразвук, мы не видим поляризованный свет, мы не в состоянии разбить на спектры и выяснить состав газов вокруг нас, мы ничего не понимаем. А нам это все по идее нужно для выживания. То есть, надо понимать, что когда мы говорим о человеке, мы имеем в виду весьма скромненькое в эволюционном смысле слова существо. А стать какими-то другими мы не можем, потому что нам, чтобы стать другими, нужен немножко другой мозг. А этот другой мозг для нас абсолютно нереален, потому что размер черепа сейчас пределен для того, чтобы пройти через родовые пути матери. И если у нас будет другой мозг, у нас будет другой череп, представьте себе, какой ширины будут задницы у дамб. Это будет уже совершенно другое существо и анатомически совершенно оно не будет сходствовать. Ну, тогда у меня последний вопрос. Да. Какое же будущее вы нам предлагаете? Или... Я вообще... Вы заметили на мне манисту или шелковый платок? Я же не цыганка. Я совершенно не умею предсказывать. Но в принципе... У меня нету какого-то прогноза. Прогнозы это дело ваше. Я бы сказал каббалистическое скорее. Мое дело трезвость и понимание того, что человек не только инстинктами управляется, но еще и детерминируется внешней средой в большей степени, врожденными. Там перечень инстинктов у нас кстати тоже фигуры маленькие очень. Сосредственные, хватательные, жевательные, половые и прочее. Поэтому это скорее вопрос к вам, к уважаемому каббалисту, о будущем. То есть даже вот такое ближайшее будущее на 10, 15, 20 лет вы как-то не можете представить себе исходя из той картины, которую вы наблюдаете? Я не хочу просто никого пугать. Понятно. Но я понимаю, что сейчас Россия к сожалению для того, чтобы выпутаться возможно из тех сложностей, из того тупика, из того маразма, в который она себя погрузила, может совершить любые непоправимые страшные глобальные шаги. да, я вас понимаю. Ну, видите, у меня все-таки существует надежда на то, что в этом мире проявится добрая сила, кроме злой, силы нашей природы. Она существует в мире, согласно моей науке, которой я занимаюсь, или учением. Она может проявиться, если человек пожелает это сделать, и она дополнит ту злую силу эгоистическую, как плюс к минусу, взаимно дополняет друг друга и приводит систему какой-то взаимной стабильности. Этой силы нам очень не хватает на уровне, на человеческом уровне. Только отрицательной силы мы не можем больше развиваться. Вот это вот состояние, к которому мы пришли, она нам показывает, насколько наше развитие было односторонним, только под давлением отрицательной эгоистической силы. Я вот, откровенно говоря, жду проявления в нашем мире положительной. Это не зависит от человека. Оно должно прийти изнутри, оно должно раскрыться. Об этом говорит Каббала. Очень надеюсь, что человечество получит в свои руки, вдруг почувствует в себе эту вторую силу положительную, которая начнет уравновешивать его, каждого человека внутри себя, семью, общество, государство, все человечество. Потому что невозможно, чтобы в притоде существовала столь однобокое, действительно, ну, невероятно какое-то искаженное существо, как человек. Возможно, возможно. Просто давайте сориентируемся сразу, ведь нам для того, чтобы понять что-то, необходимо это что-то рассматривать в правильном масштабе, да, и рассматривать это что-то как часть какой-то картины. Если мы на полном сериере представим себе человека и человечества в масштабах действительно космологических, да, на фоне образования планет, на фоне свертывания манибулярных облаков воспламенений столкновений сжатия атомов водорода, если мы представим себе всю эту черноту гигантской на 100 миллионов километров каких-то шаровых звездных скоплений и сравним это с существованием на маленькой провинциальной планетюшке рядом с пожилой звездой второго класса, я имею в виду Солнца, вот эти вот такие микроорганизмы, которые не влияют ни на какие серьезные настоящие процессы во Вселенной и в общем-то являются таким эпифеноменом, чем-то таким производным и не очень не очень существенным для этого мироздания, то есть так называемый я вот красиво и более-менее художественно описал здесь принцип заурядности, который вы разумеется прекрасно знаете, у меня иллюзий нет, но я честно говоря смысл нашего разговора вижу в том, что а, я познакомился с вами, б, я вас попрошу второй том своей книги, которого у меня нет, мне все-таки каким-нибудь образом написать и выставить, мне будет чертовски приятно. я благодарю вас, я постараюсь все это выполнить, я услышал на самом деле очень серьезное мнение реального такого философа, если я не хочу вас оскорбить просто этим. Я не философ, я анатом. справа. Да. И я очень рад нашему разговору, он меня, ну, он мне добавил точку зрения, которую я, в общем-то, не слышал в таком виде серьезном, крайнем, ни от кого. Я желаю вам успеха в вашем исследовании. Спасибо вам. И возможно, мы еще встретимся когда-нибудь в других земных обстоятельствах. Книжечку не замотайте. Нет, обещаю вам, Александр. До свидания. Будьте здоровы. Удачи.